МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...вас на ежегодной международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Символично, что она проходит в канун Дня народного единства, ведь основная задача диктанта заключается в том, чтобы у жителей России и наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои формы, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. Организаторами Большого этнографического диктанта выступает Федеральное агентство по делам национальности при поддержке Россотрудничества. Во Владимирской области диктант проходит при поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области, Министерства образования и молодежной политики Владимирской области, Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Добрый день, уважаемые коллеги! В восьмой раз действительно проходит графический диктант. И, как сказано в первом вопросе диктанта, я посмотрел, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональная наука. Поэтому первый вопрос всем сразу ответил, как указано в нашей Конституции. Россия многонациональная страна, и из этого диктанта, ну, я думаю, что мы все узнаем, я, во всяком случае, я точно уже узнал для себя много нового, в том числе и про Владимирскую губернию. Поэтому желаю вам всем удачи, большое спасибо! Вопросы все были интересные, да, и многие неожиданные. Так вот, чтобы все легкие, и я сразу узнал ответ, нет, где-то надо было подумать, где-то покопаться в памяти. Вопросы их составили так, чтобы вызвать действительно интерес к многим традициям народов России. Некоторые этносы, которые перечислены в вопросах, я, допустим, не слышал до этого. То есть, понятно, что какие-то на слуху, но были перечислены и те, которые мне были до этого неизвестны, не встречались. Это повод почитать, посмотреть, поинтересоваться и улучшить свои знания о фотографической картине в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова